Всем привет! Год назад я выпустил подробнейший гайд на игру Kingdom Two Crowns. Он до сих пор является одним из лучших в интернете и не теряет своей актуальности. Однако за это время в игре произошли существенные изменения. В частности, вышла новая DLC Deadlands. Поэтому я выпускаю вторую часть, еще более детальную и интересную, содержащую самые топовые и актуальные советы, которые помогут легко и беспрепятственно пройти игру. И данная DLC в частности. Не забывайте поставить лайк, ну а мы начинаем. Приятного просмотра! У многих до сих пор зимнее время года вызывает затруднения, поэтому первые несколько советов для вас. Не езжайте на следующий остров во время осени или же в начале зимы. У вас не будет достаточно ресурсов для постройки копейщиков, либо же возможности жить на проценты от казначея. Все закончится тем, что вы обречете себя и королевство на гибель от безденежья. Появилась возможность использовать пахарей зимой. В зимнее время на карте будут появляться своего рода ягодные кусты. Если заплатить монетку, то к кусту подбежит пахарь и начнет зарабатывать с него деньги. Можно пригласить до четырех пахарей на куст. Однако проблема заключается в том, что кусты появляются в рандомном порядке и не всегда рядом. В прошлом видео я не упомянул кабана. Он также появляется зимой. Его логово можно определить по пасущимся рядом кабанчиком и характерной берлоге. Если немного постоять рядом, то кабан вылезет наружу и побежит за нами. Нужно заманить его к стене не ниже четвертого уровня, об которую он успешно ударится и ненадолго потеряет сознание. А затем прикончить лучниками. С него выпадет около 30-40 монет. Примерно ориентироваться во временах года вам поможет и знание того, что теплое время длится 50 дней, а на последующие 15 дней наступает зима. Затем все повторяется заново, вне зависимости от острова. Если на первом острове началась зима, то и при приезде на пятый остров она будет там идти. Абсолютно точно рассчитать время года, оставшееся время зимы и даже длительность дня и ночи вам поможет фанатское приложение Diegmail, которое можно совершенно спокойно запустить как с компьютера, так и с браузера телефона. Вводим в него наш игровой день, нажимаем старт и вуаля, все данные у нас как на ладони. Теперь можно уже 100% не бояться, что зима нас настигнет. Теперь упомяну еще несколько общих советов, которые не рассказал в первой части. Не имеет смысл улучшать маяк дальше первого уровня. На его последующую функцию это никаким образом не повлияет. Хоть в игровом сообществе до сих пор и ходят слухи о его мифических полезных свойствах на втором и третьем тире, но поверьте, это все лишь неподтвержденные гипотезы. Есть такой игровой термин, как распад королевства. Оставляя остров без присмотра, на нем начинается постепенное увядание и распад. Сначала разрушаются стены, а затем люди теряют инструменты и становятся обычными горожанами. Чем больше дней остров проводит без короля, тем сильнее последствия. Чтобы вы понимали сроки, самая крутая стена пятого уровня разрушается за 30 дней. Помните об этом. Кроме того, в прошлом видео я активно продвигал способ добычи монеток с помощью полянок и лучников. Он не утратил своей актуальности и сейчас. Безусловно, если есть место, где разгуляться и ничего не мешает, то можно. Но зачастую этому препятствует либо вражеский портал, либо неудачнейшим образом сгенерированная деревня, либо еще что-то. Поэтому в последнее время я отдаю предпочтение пахарям. Да, они стоят 4 монетки. Но поверьте, благодаря своей компактности и производственной мощности, они окупят себя уже через несколько игровых дней. Особенно, если активировать соответствующий алтарь. Золота хватит и на строительство, и на кошелек, и на запас казначею для безбедной зимовки. Так что стройте пашни и нанимайте пахарей. А лучников пусть вербуют рыцари. Еще совсем недавно я узнал, что в Two Crowns можно поиграть не только на двух геймпадах, но и в комбинации геймпад плюс клавиатуры. Да даже можно просто вдвоем на одной клавиатуре. Для разделения экрана достаточно просто нажать клавишу J. Может кому-то пригодиться. Появился хранитель кристаллов, которому можно отдать на хранение драгоценности. Тем самым мы, во-первых, обезопасим себя от их похищения жадностью, а во-вторых, освободим и без того маленькое место в кошельке. Вернуть кристаллы можно у него же по цене в одну монетку за каждый. Крайне удобно. И еще кое-что, что следует знать о кристаллах. Их количество меньше, чем стоимость всех улучшений в игре. Поэтому расходуйте их с умом. Однозначно следует активировать все алтари, кроме алтаря воинов. К нему вообще не прикасаетесь, если не хотите запороть себе игру. Нужны практически все отшельники, за исключением разве что скотовода. Ну и определенные питомцы, о которых я расскажу чуть дальше. Все и всех подряд покупать за кристаллы не нужно. Немного о пикинерах. Это отличные юниты, которые хорошо показывают себя при осадах. Но больше четырех штук у одной стены их поместиться не может. Стоит это учитывать. Их ценность плавно возрастает в период зимы, когда они начнут являться чуть ли не единственным источником заработка для королевства. Но это уже другой разговор. Еще я не затрагивал тему ландшафта в игре. Тут есть как бы две большие категории. Это лес и равнина. Лес полезен тем, что в нем генерируются олени, он нужен для существования деревень и торговца, а некоторые издовые животные передвигаются по нему быстрее. С другой стороны, на равнине появляются кроличьи полянки и на ней можно строить. Чтобы лес стал равниной, его нужно срубить. При этом после процесса рубки на равнине еще какое-то время нельзя будет строить, пока на заднем плане не исчезнет фоновый лес. Как видите, у каждого ландшафта свои плюсы и важно соблюсти баланс. Теперь я расскажу вам побольше о самих противниках и о той матчасти, которая с ними связана. Начнем с того, что существует 4 основных видов монстров. Это обычная жадность, летун, прыгун и родитель. Обычная жадность это рядовой монстр, коих мы будем истреблять толпами. Обычная жадность убивается с одного выстрела лучника, либо же двух-трех, если на ней есть шлем с маской. Атакует короля и людей. Летуну же мы не интересны, он атакует только людей, разоряя и похищая их. Уничтожается после 10-15 стрел и лучше иметь хорошую противовоздушную оборону перед тем, как он появится. Прыгун, наоборот, нацелен именно на нас, в частности, на нашу корону. Может перепрыгивать через стены, уничтожается за 5-7 выстрелов. Перед его появлением слышен характерный звук. Может стать большой проблемой для невнимательного короля. Ну и родитель. Самый страшный монстр, вызывающий панику у всех начинающих и даже опытных игроков. Рушит стены одним махом. Пятый тир стены уничтожается за 7 ударов. Сам же погибает за 55-75 выстрелов. Может запускать снаряды катапульты обратно в нас. Порождает обычных жадностей. Одним словом, полная жуть. Однако стоит понимать, что в Киндом страшны не столько обычные ночи, сколько кровавые луны, когда нечисть просто сходит с ума и начинает переть толпами со всех щелей. И здесь очень важно знать график появления этих самых лун. Они происходят примерно за 2 дня до смены сезона года. Для наглядности, вот вам таблица длительности самих сезонов, а вот дни появления кровавых лун. В общем, будьте бдительны. После кровавой луны обычно наступает перерыв в одни сутки, когда нечисть нас не атакует. Но это только по первости. Чем больше играешь и чем больше игровых дней на счетчике, тем меньше вероятности наступления такого послабления. Также следует помнить, что чем дальше от королевства располагается портал нечисти, тем раньше из него выходят монстры. Это следует учитывать, в частности при штурме далеко расположенных порталов, портала на пристани и скалы. Наша атака может просто-напросто захлебнуться. И да, сутки в игре длятся 4 минуты. Из них 2.30 занимает день, а 1.30 ночь. Может кому-то это будет полезным. Однако все это можно также опять-таки узнать из приложения Diegmail. Ну и если уж речь пошла о штурме скалы, то вот вам и здесь парочка новых советов. Советую штурмовать только те порталы, которые находятся в стороне логова жадности. Сэкономите себе время и нервы. Весь прикол в том, что после штурма скалы, все остальные порталы нечисти на противоположной стороне автоматически придут в негодность. Двух зайцев одним выстрелом, как говорится. В самом же логове жадности после активации взрывчатки помните, что у вас есть от 15 до 30 секунд, чтобы выбраться наружу. Так что перед штурмом скалы еще раз убедитесь, что под вами скоростной скакун, ну или хотя бы накормленный досыта. И да, опять-таки, если играете вдвоем, то дайте возможность второму, более медленному игроку уйти вперед, чтобы тот успел добежать и не потерял корону. С основными советами покончено. Теперь будем говорить сугубо про DLC Deadlands. Я лично теперь только в него играть и буду, поскольку считаю данное DLC во многом проработание остальных. Не без косяков, конечно же, но об этом чуть дальше. Наконец-то в игре появились герои. Да не просто болванчики с текстурой, а еще и обладающие способностями. Это местный саб-зира Мириам, создатель теневых клонов Альфред, ускоряющий атаку Зангетсу и человек-летучая мышь Джебель. А вы думали Бэтмен? Но, к сожалению, половина из них, если не полностью бесполезна, то по крайней мере малоэффективна. Лучшим героем для игры является Мириам. И все благодаря своей способности замораживать врагов с очень маленьким кулдауном. По сути, их можно контролировать у стены чуть ли не вечность, спокойно наблюдая, как в это время их легко и непринужденно разбирают лучники. Причем замораживаются как рядовые монстры, так и родители. Второй крутой персонаж это Джебель. Превращаясь в мышь, он обретает, во-первых, неуязвимость, а во-вторых, нереально высокую скорость передвижения. А это очень важно как в строительстве, так и в разведке, не говоря уже о побеге. Его я советую брать при игре в кооперативе, чтобы кто-то при этом обязательно играл еще и за Мириам. Отдельного внимания заслуживает Альфред в комбинации с медведем, но опять-таки на любителя. Уж очень медленно двигается этот косолапый любитель меда. Если только компенсировать его медлительность порталами, но танцевать с бубнами как-то не особо хочется. Новых героев можно открыть на новых островах. По одному на каждом. Они находятся в запертых клетках. Чтобы вызволить их на волю, нужно заплатить монетки, дождаться пока туда добежит лучник и перебьет веревку, за которую подвешена клетка. Клетка успешно упадет и, подойдя к ней, можно будет сменить героя. Стоит учитывать, что лучник побежит к клетке только в том случае, если между ним и клеткой нет портала. В последующем сменить героя можно будет в городе у алтаря, подождав пока на нем появится иконка нужного персонажа и заплатив монеты. Играть за одинаковых героев нельзя. С героями разобрались. Теперь пройдемся по питомцам. Начнем с того, что их пофиксили. Теперь спамить их атаками нельзя. Появился кулдаун, который заставляет более разумно пользоваться их способностями. Справедливо, конечно же, с одной стороны, а с другой бесит. Одних питомцев добавили, других убавили. И самая великая потеря – убрали грифона. Самого идеального скакуна, обладающего просто невероятной выносливостью и регенерацией. За место него добавили кучу сомнительного и бесполезного нечто. Давайте пройдемся по ним. Зомби-лошадь. Ретекстур обычной лошади. Гомиджин. Замена грифона по версии создателей, но уступающий ему по всем параметрам. Голем. Лошадка, умеющая ставить стены. И жук. Он умеет попой плеваться ядом. Ничего другого сказать про него я не могу, уж извините. А лучшим питомцем, как был огнедышащий ящер, так и остался. И пусть его атаку пофиксили, но альтернатив получше все равно нет. Если играете вдвоем, то можно взять еще гомиджина. Но выносливость его, будем честны, оставляет желать лучшего. Зато обладает таранной атакой примерно как у медведя, благодаря которой можно бить оленей и кроликов. На нечисть нападать тоже можно, но лучше не надо. Остались, конечно, такие питомцы, как олень, медведь, золотой пони, но опять-таки на любителя. К слову говоря, можно потом заменить гомиджина златоносной поняшкой. Остальные питомцы, опять-таки, бесполезны в плане геймплейной ценности. Можете, конечно, попробовать, но с вероятностью 99,9% придете к таким же выводам, как и я. Теперь об изменениях, касающихся управления замком и экономики. На улучшение ратуши теперь требуется больше денег. Если раньше стены в пределах ратуши строились автоматически, то теперь на их постройку затрачиваются дополнительные ресурсы. Сомнительное решение, как по мне. Улучшилось поведение искусственного интеллекта. Так, например, строители не будут вырубать лес, если рядом находится портал нечисти, а лучники не станут заходить слишком далеко. Среди значимых изменений следует также отметить, что бочки с зажигательной смесью теперь появляются только при соответствующем уровне ратуши. А раньше они были доступны изначально, с момента постройки катапульты. Стоит учесть этот факт, поскольку в период кровавой луны данные бочки крайне важны. И теперь совсем немного о монстрах. Появился бронированный родитель, который раза в два-три живучий обычного родителя. И это, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, ужасно хардкорно и требует большой подготовки и мастерства. У меня из-за этого гада стенки ломались одна за другой, учитывая, что они были улучшены до максимума. Увидите, не удивляйтесь. Но если примените все описанные здесь ранее советы, то победите. На этом я заканчиваю вторую часть подробнейшего гайда по выживанию в Kingdom Two Crowns. Настоятельно рекомендую посмотреть первую часть, где еще больше нюансов и тонкостей, и которые стопроцентно помогут вам при прохождении. Если будет хорошая активность под этим видео, то могу рассказать и про более секретные и продвинутые тактики, которые я применяю в игре. Подписывайтесь, ставьте лайки, спрашивайте, что непонятно. А на этом у меня все. С вами был канал Играриум. До новых встреч, друзья!